А зачем перекрывать поставку воды, медицинских принадлежностей и всего прочего? Здесь-то смысл, как это может повлиять на террористов Хамаса? Если не будет, если не отдадите наших, тех, кого захватили в заложники, будете без воды и без всего. Пейте мочу. Ну, это же относится не к террористам, это же относится ко всем жителям, а там два с лишним миллиона. Власть там Хамаса. Пусть она это и занимается, нас это не интересует. Нам нужно освободить наших людей, детей, женщин, которых они захватили. А как давить на то население? Пожалуйста. Вам дороги ваши люди, освободите наших людей. Нет? Бог вам судья. С сегодняшнего дня в газе нет электричества, мы отключили, мы им доволен до этого. С сегодняшнего дня ни один грамм продуктов не проходит в газ. С сегодняшнего дня ни один грамм топлива не проходит в газ. С сегодняшнего дня нету, мы перекрыли все снабжение водой, газом. Ни одна таблетка лекарств не заходит в газ. Мы сказали, это будет продолжаться, пока вы не пойдете на обмен и на выдачу нам, на заложников. Мы согласны вам вернуть пленных ваших, которые взяли в этой операции. Они с пленными, они отобрали фотоаппараты у тех, кого были, у родителей, у родственников. Они берут эти фотоаппараты, берут детей или женщин, начинают над ними издеваться и пытать перед камерами, фотографируют и рассылают родственникам по этим телефонам. Там же телефоны все есть. Говоря, если не пойдете на наши условия, будет хуже. В ответ на это мы сделали то, что сделали. Если они не пойдут на обмен, посмотрим, что они будут пить через два дня. По мне, пусть пьют мочу или морскую воду.